Итак, для того, чтобы создавать панорамы, нам требуется создать папку с несжатыми скриншотами в стиме. Зачем она нам требуется? Несжатые скриншоты качественнее, чем обычное месиво, которое называется скриншотами в стиме. И, соответственно, из качественных скриншотов получится и более качественная панорама. Тыкаем по стиму, выбираем его настройки. Переходим в эту вкладку, ставим галочку вот здесь, на сохранять несжатую копию. Далее лезем сюда, в папку скриншотов. Открываем. Здесь мы можем выбрать местоположение нашей будущей папки с несжатыми скринами. Я предпочитаю рабочий стол, там у меня папка создана, поэтому выбираем ее. Естественно, можно папку создать прямо отсюда, можно папку сделать точную. Нажимаем ОК, с этим у нас все. Итак, мы нашли замечательный уголок, который отправится на панораму. Но сначала нам надо выключить весь интерфейс. Это делается универсально для каждой гамезы. Решение можно нагуглить. Но что мы делаем после? После мы размещаем камеру в левый верхний угол, скриншотим. Затем правее в будущий центр панорамы, скриншотим. Затем в левый верхний угол, за скриншотили. Теперь переводим камеру в левый нижний угол, скриншотим. Центральный нижний ракурс, тоже скриншотим. Ну и наконец, правый нижний угол мы тоже скриншотим. То есть вы на плоскости как будто отмечаете сферу. Плоскость это скриншоты и естественно поверхность монитора. Скриншотим Z-образным методом. То есть начиная с левого верхнего угла, центр верхнего угла, правый верхний угол. Затем переводим вниз, левый нижний угол, центр нижнего угла и правый нижний угол. То есть получается латинское Z. Начинаем сверху слева, заканчиваем снизу справа. Z как забавон. Старайтесь визуально определять, чтобы края всех предыдущих скриншотов имели несколько общих объектов. А чтобы потом автопана было несложно найти эти ухватки и корректнее состыковать эти изображения. Пробуйте, практикуйтесь. Не с первого раза возможно выйдет, но тем не менее практика это круто. Едем далее. Теперь ползем в программу автопану. Как раз эта программа позволит создавать панорамы. Что здесь требуется? Во-первых интерфейс здесь минималистичный. То есть тут все понятно. Тыкаем вот на эту кнопку импорта. Просто повторяй за мной. Дальше выбираем папку с нержатыми скринами и поочередно увеличив их размер в эскизах, мы будем выбирать с зажатой кнопкой control. Раз, два, три, четыре, пять. То есть лучше выбирать их таким образом, как вы их и делали в предыдущем шаге. После этого жмем на открыть. У нас появляется список скриншотов. Мы смотрим сюда, вверх, и видим гаечный ключик. Нажимаем на гаечный ключик. У нас появляется окно со вкладками. В обнаружении мы ничего не делаем. В оптимизации мы тоже ничего не делаем. В панораме лично я ставлю вигнетинг, градиент и цвет. Третий параметр этот балк на включаю. Плюс есть проекция по умолчанию. Соответственно пускай уже каждый поэкспериментирует, сам поймет, что дает каждая проекция. Я вот тут предпочитаю автоматически. И далее лезем в последнюю вкладку сборка. Вот здесь мы сейчас будем все настраивать. Интерполятор. Бикубическое с повышением резкости. Опять же полное свободное. Можно попробовать кто что хочет. Далее HDR результат. Опять же кто что хочет. Но это я рекомендую дальше. PNG формат. Лучше убирать, так как сохраняется более качественно. Но потом придется пережимать в JPEG на фотошопе или на пейнте, чтобы залить в схем. Поэтому лучше юзайте JPEG формат. С качеством максимальное. То есть это 12. И DPI. Вот лично я ставлю 500. Можете вообще любое значение. Там 1000, 2100. И посмотреть что это дает. Нажали. Ок. После этого опять смотрим сюда. И жмем на кнопку создать. Большая зеленая кнопка. Из левого угла перескакивает в правый. Далее можно сделать клик по изображению двойной. И у нас откроется редактор этого изображения. Что нам нужно от этого редактора? Да только одна функция. Обрезать вот эти вот белые неровные края. Это нормально. Это так и должно создаваться. Тыкаем вот сюда. Показываю, подсвечиваю. Это кнопка обрезки. Здесь мы можем выбрать любое произвольное значение. Как угодно исказить рамочку. И соответственно вырезать. После этого нажимаем кнопку Enter. И у нас в итоге все лишнее затемняется. А все нужное остается светлым. После этого закрываем это окно. И как видим уже здесь панорама становится нормального формата. После этого тыкаем на нашу любимую шестеренку. Здесь уже все настройки имеются. Которые мы выставили чуть ранее. И нажимаем на кнопку сборка. Ну вот и все. Панорама создана. Можете на фотошопе ее отфотошопить. Или еще как-то ее разрезать на фотошопе. Напоить ее где угодно. И залить ее в Steam. В Steam она заливается очень просто. Нужно дать имя панораме того скриншота. Который мы будем этой панорамой заменять. И вот и все. И таким образом остается только обновить галерею скриншотов. Переключений между двумя гамезами. И все. И можно заливать. Простой урок. Ничего сложного. Ребята, не пытайтесь собрать панораму на Paint. Или еще на каком-то допотопном редакторе. Потому что это у вас не получится. Ну или получится, но настолько криво, что пипец. Если у вас нет автопано. Просто загуглите, как сделать панораму на фотошопе. Но учитывайте, что фотошоп может делать из панорамы рыбеглаз. Если кто помнит мои старые панорамы. Ну или если вы их вообще не видели. Ничего страшного. Края изображения принимают форму улыбки. То есть их растягивает. Если кому нравится такой эффект. Ну добро пожаловать в фотошоп. Всем остальным лучше сделать это дело на автопано. Впрочем, и на автопано можно сделать рыбеглаз. Если кому интересно. Ну вот и все. Да-да-да.